Есть куча штук, которые могут справиться с любым нарушением в работе систем и предотвратить выход в райдер. Блин, сколько всяких сложных штук там, конечно. Но это... Майни, вновь с вами. Всем привет, с вами с Реакцией на Мудрёныще. Его новое видео называется Ядерная Энергетика. Атонная промышленность, атомная станция, история на пальцах. Давайте посмотрим, будет довольно интересно на самом-то деле. Поехали. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. В конце 30-х годов прошлого века учёные обнаружили, что при ударе нейтроном по атому... Нет, вообще атомная энергетика, ну, ядерная энергетика, как я знаю, считается на самом деле самой экологичной. То есть, я там что-то смотрел на несколько видосов, что она реально самая экологичная. Его ядро расщепляется на две части, и при этом... Даже экологичные ветряки и... Эти. Более того, дополнительно из этого ядра в разные стороны вылетает ещё 2-3 нейтрона, которые провоцируют деление других атомов, из которых также вылетают нейтроны, разбивающие следующие атомы. Это называется цепной ядерной реакцией. И такой процесс сопровождается колоссальным выбросом энергии. Сначала эти знания были использованы для создания первой атомной бомбы в ходе Второй мировой войны. Ну, всё так всегда. И только через 9 лет после окончания конфликта, в развитии этой технологии была построена первая в мире атомная станция в городе Обнинск для производства электричества. Но все последующие годы непрекращающаяся гонка вооружений между США и СССР сопровождалась у людей страхом перед ядерным взаимным уничтожением. Переносился и на ядерную энергетику. 16 марта 1979 года на экраны вышел фильм «Китайский синдром» о вымышленной аварии на атомной электростанции, а меньше чем через 2 недели, 28 марта, в США произошла реальная авария. Невероятное совпадение, подкрепившее страх. В 1986 году случился Чернобыль, а затем появились Симпсоны, где персонажи купались в ядовито-зелёных ядерных отходах, а инспектором безопасности на АЭС являлся придурочный Гомер. В 2011 году была Фукусима, и как спрашивается после всего этого не бояться ядерной энергии? Сейчас посмотрим. Но сначала с вас, как обычно, лайк и подписка на канал. Большое спасибо. Атомный реактор работает благодаря распадке гидраурана-235. В ходе контролируемой цепной ядерной реакции выделяется очень много тепла, которая кипятит воду, а полученный пар своим давлением крутит турбину, вращающую электрогенератор. Затем отработанный пар охлаждается и снова идёт в работу. Да, по факту, как всё просто. Просто турбина энергию вырабатывает. Блин, интересно. На самом деле, я никогда не задумался, как там всё это внутри работает. О всём знать невозможно. Я просто человек, в конце концов. Но такие вещи нельзя посмотреть, как-то расширяется кругозор. Как бы прикольно. Для охлаждения пара используют обычную воду из ближайшей реки или любого другого водоёма. Например, Смоленская АЭС охлаждается от Десногорского водохранилища, в котором теперь, благодаря повышенной температуре воды, великолепно себя чувствуют креветки, красноухие черепахи и парочка завезённых видов африканских рыб. Можно догадаться, что близость к такой штуке, как АЭС, их совсем не напрягает, потому что вода после её использования остаётся чистой и незаражённой. В общем-то, и всё вокруг. Вопреки мифам, которые создала массовая культура. Всемирная организация здравоохранения говорит, что работать на атомной электростанции безопаснее, чем в обычном офисе большого города. Загрязнение воздуха, в котором каждый год убивает огромное количество человек. Не, по этой идее, что любая энергия вырабатывает тепло. Это химия, здравствуйте, физика, вот это все дела. Это понятно, но просто интересно, как это работает. Безопасность на атомных электростанциях это не только защита сотрудников и окружающей среды. Каждый отрицательный опыт случившихся инцидентов прошлого подробно разбирался экспертами. И всё это в итоге привело к тому, что сейчас наступление нежелательных последствий исключено. Для этого на АЭС теперь есть куча штук, которые могут справиться с любым нарушением в работе систем и предотвратить выход радиации. Всё как всякие сложные штуки там, конечно. Но это классно, типа, это правильно, что так должно быть. А естественный радиационный фон, с которым организм человека справляется самостоятельно, как вы знаете, присутствует всегда и везде. Его виновником являются такие привычные вещи, как вода, земля под ногами, солнце или даже сами люди. Так вот, доля атомных электростанций во всей той дозе радиации, которую человек получает за год от естественного фона, равна тысячным долям процента. Столько же радиации человек получает от банана, съедая всего лишь один в год. Вас же после этого, я надеюсь, не пугают бананы? Один перелёт на самолёте облучит вас примерно в 200 раз сильнее. А проживая около угольной электростанции, вы будете получать в три раза больше радиации, чем проживая около АЭС. Кстати, при сжигании угля или нефти, все отходы выбрасываются прямиком в атмосферу, что приводит к загрязнению окружающей среды. И за последние 50 лет это убило миллионы людей. Стоит ли... А в АЭС, если не ошибаюсь, здесь пара... Ну, всё, что выходит, это просто аж пар. Это же вода есть. Ну, я как помню, там... ...поминать об ущербе для природы и о том, что лишние... Поэтому АЭС уже безопаснее считается, точнее, ну, более экологичной. ...ценовому массовому вымиранию животных и растений, которое происходит прямо на наших глазах. При сжигании ископаемого топлива в атмосферу попадают такие газы, как озон, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. Вдыхание этой гадости ухудшает работу лёгких и приводит к хроническим проблемам типа астмы и бронхита, а также к распространению респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. А токсичные мелкие частицы самого топлива, попадая в организм, увеличивают риски инсульта, рака и болезни сердца. Загрязнение воздуха... Это плохо. ...причиняет вред здоровью постепенно, и поэтому нам очень сложно заметить, насколько сильно его влияние. И те страны, которые закрывают атомные электростанции и вместо них начинают сжигать больше ископаемого топлива... Уже сталкиваются с растающим количеством преждевременных смертей. Например, Германия. От загрязнения воздуха побочными продуктами сжигания ископаемого топлива в мире каждый год преждевременно погибают сотни тысяч человек. Но ещё больше проблем там, где электричества нет вообще. Более миллиарда человек на планете не имеют к нему доступа. И это отражается на их здоровье даже сильнее, чем выбросы тепловых электростанций на здоровье жителей. Кстати, если подумать об этом, то реально да, это как минимум холод, может, обореватель даже тоже не подключишь и так далее. Еда меньше хранится. То есть много таких вещей, которые ухудшают качество жизни прям конкретно. Стран с более развитой энергетикой. Полмиллиарда человек ежедневно пользуются керосиновой лампой. Обалдеть. Когда топлива сгорает где-то далеко на какой-то там электростанции, отходы выбрасываются трубой на большой высоте, распыляя загрязнение по огромной площади, где оно, вероятно, не достигнет опасных для жизни концентраций. А вот керосиновая лампа коптит в замкнутом пространстве жилища, где нет постоянного ветра. В результате чего пользователь керосиновой лампы получает такие же последствия для здоровья, как и курильщик, потребляющий 4 пачки сигарет в день. Обалдеть. А еще, кстати, 3 миллиарда... Задумайте насколько это сильно. ...человек каждый день готовит еду на дровяных или угольных плитах. Всемирная организация здравоохранения дает информацию, что от керосиновых ламп использования твердого топлива в домах умирают почти 4 миллиона человек в год. Короче, тепловая энергетика... Все-таки даже внутренние эти печи получаются довольно такие опасные. Ну да, мне кажется, они не только из-за того, что там выбросы какие-то через трубу-то обычно уходят, а в том плане, что ну забьется труба, все это пойдет в квартиру или там загореться, есть шанс больше. То есть как бы все-таки огонь. Блин. Убивает заметно меньше людей, чем ее отсутствие. Но проблема в том, что она не везде доступна. У многих стран просто-напросто нет ископаемого топлива, а его закупки по тем или иным причинам обходятся слишком дорого. В свою очередь, топливо для атомной энергии составляет лишь 5-10% от конечной цены, которую платит потребитель. К тому же, такое топливо можно покупать один раз в несколько лет. Ну и как уже было сказано, атомные электростанции экологичнее тепловых. И на текущий момент, ядерная энергетика позволяет ежегодно избегать почти такого же выброса в атмосферу углерода, как и гидроэнергетика. Что в общем-то соизмеримо по нейтрализации углекислого газа со всеми лесами планеты. Большая проблема... Вот проблема гидроэнергетики в том, что, типа, ну, не везде ее построишь, очень мало мест, где можно гидроэлектростанцию построить. Если делать там по электричеству, она будет несоизмеримо меньше приносить, чем атомная электростанция. Получается в том, что само строительство атомной электростанции очень дорогое мероприятие, за которое не каждый готов браться. Ведь, чтобы учесть все меры безопасности, нужно не пожалеть денег и включить в проект все инновации в этой области, типа спроектированной в России ловушки расплава, которая включается в работу в самых тяжелых случаях, вероятность которых почти нулевая и сравнима с шансом падения на землю метеорита, способного уничтожить все человечество. В общем, системы безопасности стоят очень дорого. За рубежом даже действующие уже много лет АЭС часто не получают нужного финансирования, чтобы применить инновации в сфере и обновить оборудование. А строительство новой АЭС в стране, которая раньше этого не делала, без помощи со стороны может затянуться на целое десятилетие. Однако технологии уже позволяют построить ядерные реакторы, которые меньше по размеру и следовательно более экономичные в плане расходов и гораздо более быстрые в постройке. А увеличение финансирования Блин, ну мне кажется, все-таки же идут какие-то еще исследования в этой сфере, поэтому чем дальше, тем больше. Хотя сейчас люди многие нелогичные вообще абсолютно. И такие типа атомная энергетика, она опасна, там же это реактивы. Страшно. исследований в этой области помогло бы найти новые, еще более доступные и безопасные решения. Если человечество хочет избавиться от ископаемого топлива, так вредящего здоровью и планете, и не вернуться при этом обратно в средневековье, все должно начать работать на электричестве. Но есть одна проблема. Тогда этого электричества понадобится так много, что непонятно, где его взять, если не сжигать это самое ископаемое топливо в еще больших объемах. Добыча электричества с помощью солнечных или ветряных электростанций тоже имеет проблемы. Ветер не всегда дует, а солнце не всегда светит. Чтобы с помощью этих способов обеспечивать беспилеподие... Самое, как я знаю, там что-то утилизация, что лопастей ветряков есть огромные проблемы, что сами солнечные панели тоже там проблемы у них есть с утилизацией. То есть, поэтому оно и считается, что именно атомная энергетика самая, типа, вот прям афетка. Поставки электроэнергии нужно строить огромные хранилища и прочую инфраструктуру. А знаете, сколько нужно будет сжечь бензина для строительства этого всего? Много. Поэтому, возможно, сила атома это тот вариант, который позволит сделать плавный переход к безуглеродному производству электричества и будет поддерживать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная, в то время, когда они не могут работать на полную катушку. Хотя дальнейшие исследования могут сделать возобновляемым источником и ядерное топливо, и тем самым обеспечить планету энергии на огромный срок, пока солнце в ходе своего расширения не сожжет землю. Кстати, вообще-то сегодня нужно поздравить тех, кто... Ура! Мы сгорим! 28 сентября это день работника атомной промышленности. Именно в этот день 1942 года Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО об организации работ по урану. И за 80 лет мы пришли к тому, что сейчас в стране доля электроэнергии, получаемой с помощью атомной генерации, около 20%. Такой показатель обеспечивают 11 действующих АЭС под управлением Росатома, одна из которых является плавучей атомной теплоэлектростанцией. Когда-то я уже говорил о ней в своем ролике. Сейчас Росатом продолжает строить новые мощности в стране для разработки месторождений на Чукотке и в Якутии, а также за рубежом в Турции, Египте, Индии, Бангладеше и Китае. Но производство электричества это лишь одна из сфер применения энергии атома. С помощью ионизирующего излучения можно полностью очищать питьевую воду от вредных веществ и увеличивать срок годности продуктов. Можно без вреда для дочек плодов убивать патогенные микроорганизмы и личинки насекомых на полях. А также радиоактивные изотопы используются для медицинских нужд. Ионизирующее излучение основы лентгена, а 40% медицинских изделий, в том числе и медицинские маски, стерилизуются с помощью радиационных технологий. Кстати, сейчас, собственно, Росатомом ведется строительство завода по производству радиофармпрепаратов в городе Обнинске Калужской области, в том же самом городе, где была построена самая первая в мире атомная электростанция. Спасибо за просмотр. Не, ну, интересно, интересно. Подписывайтесь на видео лайком и пишите... Не, на самом деле, очень круто, интересно, и, блин, я тоже вот очень много про эту энергетику все читал, и атомная энергетика, конечно, она, вот, промышленность, это... Мне кажется, все-таки, будущее в ней, многие говорят там про водород, но в водороде есть много проблем, очень много. А почему до сих пор нету водородных машин практически? То есть, они как бы там есть, в Японии, я знаю, но водород крайне дорог в производстве, невероятно сложен в перевозке, опасен, очень опасная штука. Да, на выхлопе ты получаешь просто воду, вроде бы, как звучит, вау, круто, но в многих моментах получение водорода это прям тяжко, прям вот, прям там все, я как знаю, все очень сложно. Посмотрите, что будет дальше, на самом деле, в интересное время живем в удивительное и страшное немножечко, если честно, из-за всех этих войн и из-за того, что ядерные энергетики используются не только для блага человечества, а и для неблага человечества, вы понимаете, о чем я. Буду надеяться, что мы доживем до чего-то более интересного, прежде чем кто-то кого-то взорвет. Все, ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь на Мудрёныча обязательно, также подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно, всем удачки, всем пока, пау.